Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале Рика ТВ, как всегда, в воскресенье декоративные страсти в эфире. Сегодня мы в гостях у директора студии Art Magic, у дизайнера Аида Тлегенова. Аида, здравствуйте! Здравствуйте! У нас уже, так понимаю, эта традиция, после очередной вашей выставки, на которую вы отправляетесь, мы обязательно приезжаем к вам. Я думаю, что вы рады. Добро пожаловать, Ирина! Спасибо! Всегда рада поделиться эмоциями, потому что... Вот за эмоциями мы приезжаем. Да, как бы и дизайнеры обычно тоже едут за эмоциями получить заряд, заряд бодрости, наверное, творческой бодрости, потому что, особенно в зимний период у нас начинается... Да и не только у дизайнеров людей, начинается такая хандра, зимняя спячка и так далее. А в такой период, когда едешь на красивую выставку, тем более... Куда? В Париже! Ну, что и до меня, да, она была в Париже. Поехала на очередную выставку, в Мизон Обжей. Заговорю сейчас прям... Вот только хотела сказать, как вам это все идет? В общем, вам надо туда... Еще чуть-чуть бы и заговорили, там остались бы. Да, merci, oui, и так далее. Да. Признаюсь, лет 10 меня там не было. В 2009 году, когда я побывала в это же время, это был январь, я зареклась больше никогда в этот Париж, я не приеду. Вот заявление. Люди мечтают, да, да, да. Я мечтала, я так мечтала увидеть с детства еще эфиревую башню, там, не знаю, Нотр-Дам, до Париж. Добавлю, ну, это все хорошо, но я мерзлячка. Ах, вот чем ты. Я такая мерзлячка, что в январе, вот кто был в Париже, тот меня, наверное, тот меня поддержит. Там невероятная сырость, влажность. Там температура может быть даже плюс 5 или минус 2-3. Ну, у нас что для нас это, да, при нашем сухом климате. Там это просто пронизывает до костей. Я вроде бы так одета была, тепло, но я так замерзла. Лично мне с Аидой всегда интересно общаться. Кроме профессиональных тем, она тонко и воодушевленно передает настроение других моментов. Париж либо любишь, либо ненавидишь, но, конечно, больше любишь. То есть увидеть Париж и умереть, это вот как раз таки, да, вот как-то вот тут. Умрем, но увидим. Как говорит Аида, она каждый год планировала слетать на выставку в Париж, но постоянно находились отговорки. В 2019-м Аида полетела. У меня тяга к декору, к декораторству, к декораторскому искусству, к работе декораторской, не только там проектированию, да, квартир. Я люблю вот всякие няшечки, вот за няшечками в Париж. Вот так. Да, и все-таки в этот раз уже мне прислали приглашение, там, то, сделала визу, и то, думаю, на виза есть, но поеду, не поеду. Тоже в чате в одном говорили, в смысле ты не поедешь. Быстро забронировала, билеты и полетела. Это предусловие, окей. Это об эмоциях. Что представляет собой выставка? Это площадка, где собираются многие производители, ну, сказать, наверное, со всего мира, но со многих стран. Передовых, да? Передовых, да, стран, где они выставляют свою продукцию. Продукцию какого рода? Это есть, конечно, мебель, но за мебелью ехать в Милан нужно. Здесь в основном либо акцентная мебель, либо декор. В Милане этого не встретишь в очень малом количестве. Вазочки, цветочки, вазоны, картины, подсвечники, все такое, вот подушечки. Прямо такая вот ваша тема, да? Моя тема, да, это я люблю. Обычно я, помните, раньше те годы я привозила чемоданы на каталоге. С каждым годом у меня все меньше и меньше, и так неохота носить перевесы. Я вот такие вот с собой открыточки, да, открыточки всякие привожу. Тут есть адреса, адреса есть, их сайты. Наверное, я туда еду за вдохновением. Ну и, конечно, за новыми фабриками. Много, много там известно мне, много известно, потому что сейчас у нас очень хорошо развит интернет-пространство, очень много информации. То есть есть и Pinterest, и Instagram, очень многие вещи там мы можем найти. И на те страницы, которые, на те фабрики, которые я нашла в сети, я уже их увидела, потрогала, пощупала. То есть вы уже были заранее знакомы, да, с этим? Ну да, я просто, допустим, мне что-то нравилось, нравилось, но я не думала, что там, что я встречу. О, вот там одна из фабрик, вот мне что-то нравилось. А, это вот это. Иногда даже бывает невозможно, что все в голове удержать. Я просто какую-то вещь видела, мне она очень сильно нравится, я ее на выставке. А вот нет ощущения ненавизны? Есть. Это вот хорошо или плохо? Это не хорошо и не плохо, но, наверное... Ну, как бы интересно или неинтересно, вот так скажем. Ну, наверное, не те эмоции. Понимаете, может быть, начинающему дизайнеру, там, юному, молодому дарованию, там, будет очень интересно, он захлебывает в том, что-то новое. Да, чтобы удивить творческого человека, надо быть мегапрофессионалом в своем деле. Аида открыто признается, что некоторые вещи на выставке уже не цепляют ее воображение. Другие же, напротив, завораживают. И ради таких моментов, ярких эмоций, стоит пересечь расстояние в тысячи километров. Беседу с Аидой Клегеновой мы продолжим немного позже, а пока информация от нашего партнера. Салон света интерьера «Абажур» представляет. Все длиннее вечера, значит в «Абажур» пора! Не пропустите сезонные скидки на освещение для дома. Люстры, обои, камины, мебель от ведущих производителей Италии, Польши, Германии, России. Скидки от 10% и выше. Гарантия, рассрочка, установка, доставка освещения бесплатна. Уют по уютной цене. Ждем вас! Салон «Абажур». Проспект Алии Молдогуловой, 57 Г. Когда вы планируете освещение гостиной или общей комнаты, нужно рассмотреть все разнообразие ситуаций, для которых нужен свет. Вам нужно будет общее освещение, освещение рабочих зон и направленное освещение. Переносные светильники подойдут как для общего освещения, так и для освещения рабочих зон. Они помогут вам более гибко подойти к освещению гостиной. Если в гостиной есть предметы, на которых особенно хочется акцентировать внимание, к примеру, картина, декоративная напольная ваза, зеленый островок домашних растений, можно использовать подсветку с галогенными софитами направленного света. Светодиодные светильники, меняющие яркость и цвет по вашему желанию, помогут создать в комнате особое настроение. В такой атмосфере можно смело устраивать сеансы хромотерапии, то есть лечения света. Оригинальный абажур или эффектно направленный луч света всегда привлекают к себе внимание. Кованая люстра, прозрачный светильник могут стать стилистическим центром гостиной. Выбирая светильник с необычным дизайном, важно сохранить чувство меры. Его оригинальный внешний вид станет ярким акцентом интерьера, поэтому использовать другие эффектные элементы нужно осторожно. Я питаюсь атмосферой. Вот эта атмосфера. Да, сама атмосфера. Сама атмосфера. Я еду за вдохновением, а потом слежу за какими-то... Пытаюсь уловить какие-то тренды. То есть я не то что уловить, я пытаюсь их анализировать. Вот что было, что будет, что... Я примерно смотрю, что-то к нам подкрадывается, что будет в следующем сезоне, чтобы мне быть... Переди планеты, впереди всех. Потому что есть какие-то вещи, которые делают все. А есть моменты, я могу увидеть на выставке, даже не все видят, а я вижу. И я так беру оттуда некоторые... Некоторые детали. Да, да. Не знаю как. То есть я формирую свой визуальный ряд. И свой какой-то, наверное, даже стиль, вкус. Потому что мы даже, вот заметьте, когда идем на шопинг, среди всего изобилия, казалось бы, да, мы находим только свое. Поэтому также и, я думаю, любой дизайнер, когда приезжает на выставку, там огромное количество товаров и огромное количество фабрик, и каждый дизайнер берет свое, то, что ему надо. Очень-очень сильно. То, что для его стиля приемлемо. То, что он нравится ему. То, что он хотел бы... Даже по внутреннему, да? По внутреннему ощущению, да. То, что бы он хотел донести до своего заказчика. То, что какие вещи он хотел бы видеть в интерьерах. Единственный минус – это все-таки лакшери. Наши всегда. Это все-таки лакшери, но, по крайней мере, находятся уже такие ценители. Да, можно... По крайней мере, я вижу какой-то стиль, я вижу какое-то направление, линию, вектор, и я могу это все применять. Стараюсь, по крайней мере. Поэтому, мне кажется, это очень сложно. То есть, это, наверное, какое-то врожденное чутье у вас, или все же... Ванга. Ванга. Как ты такая дизайнер. Да, дизайнер Ванга. Ну, честно, очень часто я там предсказывала какие-то тренды. Раньше, помню, цветовую гамму предсказывала. Вот тоже... Сейчас вот везде Марсала одно время подкрадывалась, и ее мало было, так, немножко, в краб, да, чуть-чуть ее... Сейчас смотрю, этот год она вся такая бордовая, Марсала, вот, и ее прям активно используют. Сейчас я заметила, тоже, это еще на прошлой выставке Айсалоне, и я сейчас еще одну тенденцию заметила, очень мало, но опять она так подкрадывается к нам, какая-то... Мне так кажется, не знаю, посмотрим, я посмотрю, что будет в Милане, даст Бог, в этом году. Мне кажется, такой красненький цвет все-таки подкрадывается. Да, тоже у нас все такое, было лосось, пудра, а этот такой... А это уже капитальный, да? Не красненький, вот не красный, я не знаю даже, как его назовут... Да, дизайнеры, да? Не дизайнеры, там, организации, там, понтон, там, кто нам пытается диктовать. Ну, вот какие-то моменты, они мне, не знаю, будут видны, нет, потом покажутся. Да, потом покажутся. Вот такие вот моменты, аквакцентах, они, мне кажется, они будут либо в этом году, вот следующий сезон, а, мне кажется, уже начнет активно. Формы все те же округлые, как говорит Аида, обнимающие. Также пока актуальны арки. Уже не новинка, уже не смотришь, если в прошлом году на арки смотрели, ух ты, так прикольно, как-то необычно. А, ну, сейчас уже так, ну, арки, ну да, они еще есть. То есть округлые формы есть. Вот. Латунь еще присутствует. Да, присутствует пока. То есть такого взрыва, взрыва пока нет. Единственное мое наблюдение – это… Аид, может быть, для вас взрыва нет, а вот для начинающих? Просто, мне кажется, вы уже настолько устоявшийся в своих взглядах человек, что вас очень сложно удивить. Ну, это… Ну, да, как бы понятно, что это аквилорит. Да, как бы это не скромно не звучало, но оно есть. Оно так и есть, потому что есть такое понятие насмотренность. Вот ты насмотрелся всего, наелся, вот бывает, ты объешься всем, да. И, ну, может быть, да, но все равно я как-то уже более трезво, трезво подхожу ко многим вещам, ко многим фабрикам, потому что если я раньше восторжена, что это такое, а потом иногда обжигаешься, ну, на тех же, потому что если меня смотрит начинающий дизайнер, пожалуйста, вот не кидайте, вау, вау, вау. Нужно всегда искать надежных поставщиков. А, обжигаешься в плане поставщиков, да? Поставщиков, да, красиво. Ну, очень такие бывают зарекомендованные фабрики, которые на выставках, а когда привозят дорогостоящую продукцию, и бывают такие неприятные ситуации, потому что, ну, все время говоришь, что вау, вау, все хорошо, нет, есть обратная сторона медалек. Я всегда говорю, что дизайнеры – это не только дизайнеры, а еще психологи, маркетологи и множество разных смежных профессий. Самое главное – дизайнер должен быть стрессоустойчивым и иметь хорошую память, чтобы в следующий раз обойти стороной незадачливых поставщиков и партнеров. Такие нюансы, такие вот моменты. Да, они есть, они существуют, не все же так вот прям красиво. Тем более, Аид, вы всегда так все очень смачно, очень вкусно рассказываете, я знаю, вот по отзывам наших телезрителей, что все очень любят слушать и прислушиваться к вам. Спасибо, ой, так приятно, болтушка я. Вы знаете, болтушки бывают разные. От кого-то уши устают и вянут, а кого-то прям вот слушаешь, и постоянно хочется это делать, поэтому это… Наверное, богатство языка есть богатство мыслей, потому как бы… Скорее всего, односторожно. Да, то есть есть что-то в голове, наверное, и есть чем поделиться, и, наверное, все-таки творческие люди, они эмоциональные, и, наверное, стараюсь это все рассказывать, естественно, и с эмоцией. Вот, захлеб порой бывает. Это очень хорошо. Эмоции должны иметь такое свойство выходить. Ну да. Поэтому мы и здесь, для этого мы и тут собрались. Что ж еще такого интересного? Ну, многие спрашивают, я приехала, а, ну как Париж? Да не видела я толком. Мы как дети подземелья. Утром заходим на выставку, вечером выходим, уже темно, и у нас только ночной вечерний Париж, потом падаем, уставшие. Я же тоже задаю этот вопрос всегда вам после очередной выставки. Ну что вы посмотрели? Что вы где отдохнули? И вот постоянно, в принципе, слышу один и тот же ответ. А вам не хочется пару дней вот просто для себя там? Раньше одно время мы так делали. Ну, уже вот в Испании, в Валенте так делали, тоже проездили. А в Париже просто мне очень, снова меня работа ждала. Я думала ехать, не ехать, но я все-таки вырвалась. И поэтому, ну, у меня только один день был, и то я одна по Парижу бродила. Мне кажется, Франция, Париж – это вот ваше внутреннее ощущение. Да, кстати, да. И, между прочим, вот наши телезрители тоже отзывались о том, что вы вот как-то душой пропитаны Францией. Вот как-то, понимаете, вот такие вот символичные моменты происходят, что вот не зря все-таки вы пропитаны. Они чувствуют. Я вам признаюсь, я в детстве очень сильно была увлечена французской литературы, кинематографии. Я обожала Бриджит Бордо. Для меня это вот прям кумир до сих пор. Это вот никакая не Мерлин Монро, не Софи Лорен, никто. Только Бриджит Бордо. Я обожала их роман Сержем Гинсбургом. Все время еще в те годы. Дальние, дальние. Это, конечно, динозавр еще. Вы не думайте. Еще в те времена. То есть у меня очень много, я даже в юности, мне лет 17, я чуть ли не прическу такую же делала, как у нее. И когда у меня сын родился, я думали-думали, как назвать. Ануар, это же такое, Жера, вроде канвахское имя, да. И такое, ануар. Пускай будто с ноткой французской, будь казахской. Но с ноткой французской. В вас это все и присутствует, эта утонченность, аристократизм, это скорее всего. Говорите. Качайте меня, качайте. Спасибо большое, вы не засмущались. Ну, правда, это искренне, это на самом деле. Долгие годы, так сказать, сотрудничества, да, и наблюдений. Возвращаясь непосредственно к самой выставке, Аида рассказала о том, что любимый многими бирюзовый цвет имеет право на жизнь. Но уже это не новинка. В моде максимализм, хотя многие предпочитают минимализм. Как говорит Аида Тлегенова, те, кто выбирает минимализм, боятся. Боятся изменений, боятся новизны. Какие шикарные обои там были, тоже образцы. До сих пор тропики. Аида, спасибо вам огромное за ваши эмоции, за эту атмосферу, которая присутствует здесь, за то, что вы нам все это передали. Мы тоже отчасти вдохновились, хотя не были там, но мы с вами. Спасибо огромное. И, как всегда, я желаю вам творческих успехов, потому что творческим людям это очень надо. И, конечно же, вот такой гармонии в душе, чтобы все было хорошо. Спасибо, надо. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Надеюсь, не утомило. Все было замечательно, отлично. Спасибо. Всем удачи. Всем красоты, да? Да. Всем красоты. Да, точно. Дорогие друзья, вы смотрели проект Декоративной страсти. Увидимся ровно через неделю на телеканале Рика ТВ. Тепла и уюта в вашем доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова